Котельные центральной части города проводят летние профилактические мероприятия и дворец водного спорта «Дельфин», оставшийся без горячей воды, также закрылся на технологический перерыв. Инженеры используют это время для ревизии оборудования. Каждый узел, который работал в непрерывном режиме, к примеру, сетевые насосы, обследован и при необходимости отремонтирован. Фильтры очистки воды чаш бассейна ежедневно промывают, но теперь можно проверить все восемь за раз. И к тому же сделать более детальный осмотр. За полтора года работы с момента открытия после капитального ремонта не было ни одной вынужденной остановки бассейна. Сегодня по всем параметрам Роспотребнадзора, качества воды и воздуха мы не имеем в течение полутора лет ни одного замечания. То есть вода у нас соответствует тем стандартам, которые необходимы для бассейна. Оборот воздуха у нас соответствует тому, что необходимо в этом бассейне. Сегодня я могу сказать, что за полтора года нареканий в работу оборудования у нас нет. Вода из наружных сетей, которая поступает в «Дельфин», проходит ряд преобразований. В первую очередь очистку. Здесь же находятся мощные теплообменники для регуляции температуры. Это горячая вода в душевых, теплые полы, отопление. Вода жесткая в процессе работы в теплообменнике. Ну вот, для примера я вам покажу, что происходит. Вот что происходит там за два года работы, то есть забиваются определенные... И мы все это вычищаем? Мы это все вымываем, и он становится идеально чистым. До идеального блеска теплообменники доводят при помощи прочесной машины и специального раствора. К слову, в системе вентиляции также есть теплообменники. Их тоже очищают, как и блоки фильтров. Кроме того, в работе задействовано 9 приточных и 19 вытяжных установок различной мощности. Проверка идет работоспособности узлов управления теплоносителя. Потому что узлы должны отрабатывать в зависимости от холодного воздуха на улице. Добавлять нагрев или убавлять нагрев. Температура, заданная контроллерами, соответствовала санитарным нормам ежесуречно, ежегодно. Помимо обслуживания инженерных сетей, в технологический перерыв есть возможность заняться небольшим косметическим ремонтом и благоустройством. На ресепшене производится замена плитки, а на территории перед дельфином уложен рулонный газон. Если котельная запустится по графику, то уже 8 июля воскресенцы смогут посетить дворец водного спорта «Дельфин». Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости из Кровект.